Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске введен не будет. Сегодня об этом заявили представители Росгидрометра на совещании по экологической обстановке, которое организовали краевые власти. Даже при всех рекомендациях и сложной ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае, с могом в городе, оснований для водорежима черного неба нет. В ответ губернатор предложил синоптикам при малейшей возможности его ввести, а красноярским предприятиям добровольно снизить выбросы. Самым тщательным образом следить и при минимальной возможности и необходимости все-таки ввести режим НМУ. Мы повлиять на Росгидромет не можем, и я думаю, что они действуют действительно в соответствии с регламентами. Рекомендовать через наше профильное министерство промышленным предприятиям города Красноярска ограничивать выбросы атмосферу в добровольном порядке. Губернатор порекомендовал приостановить и те работы, которые связаны с пылью. Представители Федерального Рослесхоза, которые тоже приняли участие в совещании, заявили, что претензий к работе по тушению пожаров в крае не было. Сейчас селесопожарные силы региона брошены на ликвидацию огня. Пришлось привлечь и Федеральный резерв и специалистов из соседних регионов. При необходимости будет подписано соглашение для привлечения сил Министерства обороны. Только за последние сутки площадь лесных пожаров в крае увеличилась на 100 тысяч гектаров. Цифры страшные. Огонь полыхает на территории 85 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация в Увенкеи. 8 пожаров бушуют вблизи населенных пунктов. Они под особым контролем и угрозы людям нет. А ситуация со смогом в городах связана с аномальной погодой. Отсутствием ветра и дождя. Напомню, из-за дыма от наших пожаров режим НМУ ввели в некоторых соседних регионах. Например, в Кемерове. В Среднесибирском филиале Росгидромета России эту ситуацию прокомментировали так. Объявили в нарушении приказа Минприроды. Я сегодня с коллегами с Росгидрометой разговаривал. Будет организована проверка по этим учреждениям, которые это сделали. Если они ввели только из-за того, что дымка, а показатель П был меньше нормы, то это будет нарушение. Эти показатели рассчитываются по формуле. То есть есть методика прогнозирования по каждому городу. Для Красноярска это показатель 0,29 и выше. На сегодняшний день он 0,12.